Дорогоценно, я думаю, те из вас, кто были в прошлое воскресенье, вы знаете, что в прошлое воскресенье я проповедовал на такую тему, как ослабевший сильный, и что нужно сильному порой помогать. Важнее даже, чем помогать слабому. Важно уметь помогать сильному. Потому что сам апостол Павел говорил, что мы сильные, да, мы сильные. Он причал себя к сильным людям, и он был духовно сильный, он был апостол. Но, тем не менее, апостол Павел просил, чтобы его поддерживали в молитвах, ему помогали. Потому что сильные нуждаются в поддержке, и эта поддержка даже, возможно, более значима. Потому что от сильных, от их состояния, от того, как они стоят, зависит ситуация у многих, у многих, у многих других людей, которые от этих сильных зависят. А сильный человек, это не то, что накачанный там, или который весь последний год фитнес не пропускал. Сильный человек, это тот, кто берет ответственность не только за себя, и даже не только за свою семью, но за людей, которые окружают его. Поэтому, драгоценные, мы говорили о том, что важно молиться за сильное. Иисус, конечно, был сильной личностью. Но Иисус в трудный период жизни в Гефсимании взял с собой троих апостолов, чтобы они помогли ему, поддержали его. Апостолы не поддержали. Апостолы уснули вместо молитвы. Возможно, эта глава выглядела бы иначе, глава Гефсимании, если бы молитва апостолов была Петра, Иоанна, Якова за Иисуса Христа. Но они думали, да это же Иисус. Он сам за всех молится. Он сам за всех молится. Что за него молиться? Мы точно так же думаем, вот какой-то проповедник приезжает, или пастор, да он сам за всех молится. Что за него молиться? Но именно сильные, в том числе духовно сильные люди, они как никто порой нуждаются в молитвах, как никто нуждаются в поддержке. Но я вам хочу сказать, что вот эта тема о помощи сильным людям, это не только помощь лидерам, начальствующим, пасторам, проповедникам, то есть людям, за которыми мы следуем. Нет, это касается каждого из нас, и это касается в том числе нашей семейной жизни. И я продолжаю эту тему, которая называется «Ослабевший, сильный». Но давайте посмотрим еще одну сферу, где эта тема чрезвычайно важна. Откроем первое послание Петра, третью главу, где апостол говорит о семейной жизни, о семьях. И вот Петр пишет, первый стих. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житьем жен своих без слова приобретаемы были». Пятый стих. «Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. «Вы, дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха, так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Знаете, у людей есть много разных, порой странных представлений о том, как должна быть устроена семейная жизнь. Всякие есть модели, всякие есть фантазии. Священное Писание не уничижает женщин, но в Библии показано, что в семейной жизни есть определенный порядок. То есть семейная жизнь – это не какой-то монстр двухголовый. В семейной жизни есть одна глава – это муж. Муж – глава жены, а Христос – глава чей? Мужу. И апостол Павел учит, чтобы жена подчинялась своему мужу, как он должен подчиняться Христу. Христос под Богом, муж под Христом, жена под мужем. Вот он порядок. Я знаю, что мы живем с вами во время, в 21 веке, когда кажется, что вот эти вот вещи, они настолько устарели, что ли. Потому что уже прошло вот этот феминизм, равенство, когда жена равна, женщины равны, хватит тут уже уничижать. Знаете, драгоценные, я вам хочу сказать, что я, с одной стороны, понимаю, почему произошел феминизм. Потому что, конечно же, мы видим в истории, когда долгое время женщин уничижали. Женщины были в уничиженном состоянии, когда там даже считалось и образованием. Зачем девочке уметь читать? Не нужно, да? Конечно, это было неправильно, это была крайность. И как обычно происходит, если маятник уходит в одну крайность, когда женщина уничижена, да? То есть его отпустишь, маятник куда переходит? В другую крайность. И эта крайность – феминизм. Когда, знаете, все это, бой-баба, позитив, боди-позитив и прочее. И то, что сейчас очень много об этом говорят, очень много это пропагандируют, что нет, вот женщина точно такая же. Я это понимаю, да, после одной крайности – другое. Но это, тем не менее, все равно феминизм – это крайность. Потому что, конечно же, женщина ничуть не ниже, она ничуть не хуже, она ничуть, там, доходит уже, когда некоторые на полном серьезе рассуждать, а человек ли женщина, да? Ну, конечно, это ужасные, жуткие какие-то сексистские разговоры и отношения. Но роли разные. Почему? Да потому что созданы мы по-разному. Физически разные, да? Психологически, эмоционально. Мужчина и женщина – что? Разные. И роли разные. И благословения, когда муж и жена занимают свои роли в семейной жизни. Это очень-очень-очень важно. Сегодня это нивелируется. Сегодня об этом не говорится. И мы видим, как рушатся роли мужа и жены, и в итоге рушится семья. Сам институт семьи рушится. Все говорят, что семья изживает себя. Потому что люди не хотят соблюдать те роли, которые прописаны в Слове Божьем в Священном Писании. Поэтому семья рушится, там разводов чуть ли не 80% уже, то есть из 10 семей 8 разводятся. Ужасные цифры, ужасная статистика. Но вот такая ситуация. Мы же, как те люди, которые верят в Слово Божье, в Писание, как в Слово Божье, мы должны стремиться, чтобы наша семья при всем уважении и почтении, жены, написано, они сонаследницы благодатной жизни. Но роль жены – быть помощником своего мужу. То есть мужу Бог дает вот это лидерство. Муж, как более сильный, он имеет лидерство. Лидерство в семье. Лидерство в отношениях. Он имеет некое последнее слово, когда возникают какие-то разногласия. Конечно же, он, как сильный, несет и ответственность за свои решения. Он несет ответственность за свои какие-то выборы, за свои слова. Конечно же, он несет ответственность. И здесь написано, вот еще раз прочитаю седьмой стих, «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом». В современном переводе написано, «Обращайтесь с ними, как с более слабыми». Да, женщина физически более слабая. И мужчина, как сильный, как лидер, он призван обеспечивать свою семью, помогать своей семье, защищать свою семью. Это призвание. Но порой и сильный, как мы говорили в прошлое воскресенье, и сильный порой слабеет. И когда мы смотрим на время, в которое мы сейчас оказались, в которое мы сейчас проживаем с вами, время сложное, время неопределенное, когда у многих рушится бизнес, у многих рушатся какие-то их планы, их уклад жизни. И мужчина, как лидер, как сильный, как тот, кто несет ответственность за себя, за свою семью, за свой дом. Конечно же, сегодня мужчины, многие, они очень-очень переживают. Все дело в том, что, конечно, мужчина, когда переживает, женщина, когда переживает, это всегда очень слышно. Когда женщина переживает, она должна это говорить, она переживает вслух всегда. Мужчина, как правило, он переживает молча, и даже, можно сказать, ну, сидит что-то и молчит, молчит и сидит. А он не просто молчит и сидит, он переживает на самом деле, переживает внутри меня. И вот, вы знаете, помощник, а в начале книги «Бытие» Бог и создал женщину, как помощника, соответственного своему супругу. Помощник нужен, ведь не когда все здорово, когда все хорошо, когда все чудесно. Когда нужен помощник? Когда тяжело? Когда трудно? И вы знаете, вот, я даже сам ощутил, как вот в это время, когда непросто, когда я думаю вот о церкви, о будущем церкви, о служении церкви, о изменении каких-то вещей в современное время, в жизни церкви, в деятельность церкви, как никогда необходима, необходима помощь, поддержка именно самого близкого, самого дорогого человека, своей жены, своей супруги. У меня в прошлом месяце был юбилей, было 50 лет, вот, и старшая дочь прилетала, она поздравила меня, и там среди разных подарков, она сделала такой интересный подарок, сделала такое изображение, какое было, ну, сейчас это можно все сделать, какое было небо в тот момент, когда я родился, над Свердловском, это было 28 ноября 1971 года, какое было небо, такое, ну, интересно было, вот, как оно выглядело в тот момент, и там написано было, вот, под этим изображением написано было, то, что написала мне моя старшая дочь, ты мой герой. И вот, вы знаете, вот, три таких коротких слова, ты мой герой. но, я сейчас обращаюсь ко всем женщинам, прежде всего, конечно, к женам, вы понимаете, вот, это то, что необходимо понимать, ощущать каждому мужчине, каждому мужу, каждому главе своей семьи, ощущать, что, да, может быть, трудности, не все получается, не все удается, не все бывает гладко, и есть ошибки, и мы понимаем, что мы несовершенны, и мы допускаем ошибки, вот так важно ощущать, что ты остаешься героем, героем в глазах своей семьи, и, конечно, прежде всего, в глазах своей жены, в глазах своей любимой женщины, ты остаешься, остаешься героем, героем. Если, вот, ты чувствуешь, что к тебе относятся, как к герою, это словно придает тебе силы, ты находишь силы, вот, для того, чтобы, вот, идти дальше, и продолжать сражаться, и выводить свою семью, и там, из кризиса, из трудной ситуации, когда в тебя верят. Я напоминаю, что мужу глава Христос, жене глава кто? Муж. Можно угодить Богу без веры? Мы верим во Христа. Всегда ли происходит в нашей жизни то, о чем мы молим, просим Христа? Нет. Но, поскольку мы до сих пор приходим сюда, и в церковь, мы продолжаем в него верить. Так вот, драгоценные, вот, если взять это мужу, глава Христос, жене, глава муж, мужу тоже важно, чтобы жена продолжала в него верить, особенно, когда трудно, особенно, когда, когда тяжело, тяжело, особенно. есть такая, знаете, вот, история, ну, которая произошла, мы все живем в этом мире, где, к сожалению, у людей бывает не только один брак, потом бывает развод, и еще брак, ну, бывает не один, и не два, и не три брака. И вот, человек, мужчина, который, который, жил со своей женой, у них, закончился разводом, и он женился второй раз, и там уже прожил, ну, достаточное количество времени, уже больше десяти лет, во втором браке прожил, и такая случилась ситуация, когда две жены встречаются, ну, его первая бывшая жена, и вторая, вторая жена встречаются, вот, встретились, и первая бывшая жена ей говорит, ну, как, у вас там семейная жизнь, как, отлично, как, как отлично, говорит, как, вот, с этим человеком, отлично, он же подлец, он же скупец, и он же, не даже написано, как она его назвала, подлец, глупец, и скупец, на что его, нынешняя жена посмотрела, на нее и сказала, ты чего, он наоборот, мудрец, храбрец, и щедрец, первая засомневалась, она может быть, не о том человеке, говорит, вот ты про этого человека сейчас говоришь, вот про этого, да, про него, он же подлец, глупец, и скупец, он говорит, нет, он мудрец, храбрец, и щедрец, понимаете, вот один и тот же человек, словно с разными женщинами, начал проявлять разные качества, не случайно, драгоценное, обратите внимание, когда апостол Петр дает советы в семейной жизни, он кому первые советы дает, мужу или жене, а? Жене, написано, ну, мы читали с вами, что вы так жене, жене, третья глава, первый стих, так же и вы, жены, и дальше, про жену, про жену, про жену, про жену, про жену, до седьмого стиха, шесть стихов про жену, и потом один стих для мужа, так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшими сосудами, да, женщина физически более слабая, ну, конечно, как правило, я знаю, что есть, я помню, один раз я летел на самолете в Москву, и когда я приземлился в Москве, ждал багаж, там из какого-то города прилетела женская баскетбольная команда, я помню, я когда увидал женскую баскетбольную команду, чтобы не получить комплекс неполноценный, если я так встал в уголке, думаешь, сейчас они все получат, свои вот эти вот, и сумки спортивные там, эти баулы, уйдут, и я уж тогда спокойно, потому что, когда ты ходишь с эти женские вот эти баскетбольные команды, ну, очень трудно воспринимать немощнейший сосуд, вот, но это все-таки исключение, таких женщин собирают со всего города, да, но, как правило, в среднем мужчина, он крупнее, физически сильнее, вот, и не в обиду будет сказано, масса мозга в среднем больше, но, означает ли это, что у женщин меньше энергии, что у женщины меньше вот этой внутренней силы, это не означает, у женщины не меньше энергии, не меньше силы, а, я бы также так сказал, что чаще всего и побольше бывает, да, мужчина пришел, сидит, а у женщины там энергия и сила так и прет, поэтому не случайно, иногда кажется, что вот священное писание уничижает женщин, уничижает женщин, уничижает женщин, почему кажется так, что он уничижает женщин, ну, потому что, ну, куча всего, даже читаем Ветхий Завет, ну, куча для женщин постановлений, а для мужчин намного меньше постановлений, потому что, драгоценные мои сестры, обуздать вашу энергию порой важнее, потому что жена может либо героя сделать, да, мудрец, щедрец, либо подрец, купец, одного и того же мужчина, насколько важно к женщине быть мудрой, поэтому так много есть регламентов для жен, там, в притчах целая глава, помните, глава целая, последняя, посвящена кому? 31 глава. Жене? Жена, 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 я даже вообще думаю, как-то вот в новом году, я хочу сделать небольшой семинар, специально для жен провести, вот именно о том, как жене мудро устроять свой дом, потому что, к сожалению, я вижу, как немало атак, особенно вот в это время пандемии происходит на семье, да, как количество разводов увеличивается во время пандемии, да, женскую энергию очень важно уметь обуздать, потому что жена может своими руками, да, она немощнейший сосуд, но вот так взрывается этот немощнейший сосуд, всю семью разнесет, разнести может, и так как вы, драгоценные жены, влияете на своего мужа, да ничто на него так не влияет, как вы можете либо созидать, либо направлять, либо нет, поэтому Бог и дал жене ролик, какую? Помощника, есть странные роли, когда жена госпожа, вот есть такой, вот все, госпожа, и даже эти поговорки, вот есть вот такие, что типа муж голова, а я шея, да, то типа я его кручу, кручу куда хочу, вот они вот пытаются вот всеми манипуляциями вести, и бывают у таких жен там дома как-то не прибрано, все там такое все, зато она всем руководит, все-все-все-все делает, там все-все организует, да, ну вот это знаменитая сцена из советского фильма, где играет гениальная Раневская, да, мы люди не дерируй меня, что ж ты ляля-то, вот такая, вот такая картина, вот такая картина, вот взяла власть, вот, и что интересно, вот эта ляля, она же сама несчастная, потому что женщина, она счастна, когда вот она сама находится, когда словно растворяется в муже своем, да, когда есть одна глава, они не чудовище многоголовое, да, когда следуют за своим мужем, следуют за своим мужем, но вот такая картина особенно возникла, особенно в нашей стране, да, когда после войны целое поколение без отцов выросло, отцы погибли на фронте, мамы вырастили, и все, что видел дети, сыновья дома, это мама, они не видели образа отца, и в итоге там после мамы приходили к женам, и искали жену-маму тоже, да, еще один образ, жена-жена-мама, да, если жена-госпожа, она такая строгая, такая там, у нее там не побалуешь, там, жена-мама, она так наоборот, она, она, как бы у нее дети есть, и старшенькие, ее супруга, вот она, она все, она вот молодец, она вам хвалит, так, ну, знаете, так вот, как бы покровительственно, зарплату принес, молодец, положи сюда, зарплаточку, денежки получил, какой-то у меня хороший, давай-давай, ручки моем, ручки моем, все-таки сели-сели, да, вот, если дети смотрят, да, что роль папы, да, вот прийти, принес, и сидит, вот, и странная такая картина, но, к сожалению, это во многих, это такая, это такая модель, да, такая модель, когда вот, вот такие ужасные, ужасные картины, да, когда в итоге муж чувствует себя, что он там подлец, он там скупец, он глупец, а ведь мы часто любим семью за то, какими мы там себя ощущаем, если ты себя там ощущаешь подлецом, скупцом и глупцом, будет тебя в такую семью тянуть? нет? Иногда ко мне приходят семейные пары для консультации, я понимаю, что я, как бы, призван сделать все, чтобы сохранилась семья, но иногда замечаю, что сама атмосфера, которая возникает в семье, она, она неправильная, неправильная, и бывает, когда вот жена не спровергает авторитет своего мужа перед своими детьми, там, когда, ой, это наш папка, что наш папка, да, это понятно, папка сделал, что соображает, и дети видят все время, когда, что мама, она всегда уничижает своего мужа, уничижает их отца, пренебрегает им, да, а потом наступает момент, и жена говорит своему мужу, эй, слушай, давай с детьми разберись, то что-то они не слушаются, и она не может понять, что она сама разрушила авторитет своего мужа, а потом, когда ей необходим, авторитет мужа, чтобы повлиять на детей, а авторитета-то и нет, она сама спилила сук, на котором сидела, на котором, на котором находилась, сама это все разрушила, разрушила своими руками, поэтому, я с детства люблю сказку Андерсона, что муженек не сделает, то и ладно, потому что, мне кажется, эта сказка, сам Андерсон, вы знаете, его сказки, они пропитаны христианским духом, вот эта сказка, она вот в такой, может быть, яркой форме, гротескной даже в чем-то, она показывает важный принцип, помните, что муженек не сделает, то и ладно, когда там отправила мужа продавать, не помню, лошадь или корова, она там что-то прошла, корову продавать, на рынок отправила, да, вот, муж поехал, корову поменял на лошадь, там, лошадь поменял на барана, что-то там, барана, на гуся, ну, может быть, я путаю, но принцип важно уловить, там, вот, гуся, там, на курицу, и потом он уже с курицей возвращается, такой, бизнесмен, вот, заехал, перекусить в трактире, там сидят какие-то вельможи, вот он рассказал, говорит, говорит, моя жена, она меня отправила тут продать корову, я корову продать не смог, поменял на лошадь, лошадь поменял там на барана, барана поменял на гуся, а гуся вот на эту курицу поменял, вот, и теседка говорит, да, говорит, не завидуем мы тебе, домой придешь, убьют тебя, говорит, да вы что, моя жена мне скажет, говорит, ой, говорит, какой ты у меня замечательный, говорит, какой ты у меня, какой ты у меня, говорит, хороший, говорит, они говорят, да ты что, не может такого быть. И они там поспорили. А вот он там еще что-то сделал. Да, да. И в этом еще трактире он еще эту курицу поменял на мешок яблок несвежих еще, по-моему, гнилых яблок поменял. Что-то там, не знаю, почему он поменял. Ну, как-то почувствовал, что хорошая бизнес-идея. Вот курицу поменять на мешок гнилых яблок. И ему говорит, вот, говорит, и тебе жена убьет. Он говорит, да нет, не убьет. Она мне расцелует. И скажет. Он говорит, ну все, поспорили там. Он говорит, если, говорит, выиграешь, мы тебе вместо этого мешка яблок, мешок денег насыпем. Вот. Поехал он уже с ними к себе домой. Жена его встречает. Он говорит, ну как муженек? Он говорит, да знаешь, говорит, вот не мог я продать корову на лошадь поменял. Говорит, ой, лошадь, будем сейчас пахать, там запряжем ее, огород там наконец. Он говорит, ну это еще не все. На барана поменял. Говорит, барана, да я же устрич буду в варежке зимой делать. Какой ты у меня молодец. Он говорит, да это еще не все. Я на гуся. Он говорит, гуся, да у нас такой жареный гусь будет оказываться к Рождеству. Какой ты у меня молодец. Он говорит, да это еще не все. Я на курицу поменял. Говорит, ну так зачем нам гусь? Курица еще лучше. Будет у нас яичница регулярно. Он говорит, да это еще не все. Я поменял курицу на мешок гнилых яблок. Она говорит, ааа, яблок, говорит. Я, говорит, Соседка недавно общалась, пришла к ней что-то соли попросить. Она говорит, да у меня даже гнилого яблочка нет, какой там соль. А я сейчас приду и целый мешок гнилых яблок поставлю, пускай знает, какой ты у меня молодец. Дай я тебя расцелую. И жена обняла его, расцеловала, почесали голову богачи, посмотрели на эту картину и насыпали ему этот мешок полный денег. И заканчивается сказка этими словами, что не сделает муженек, то и ладно. Вы знаете, в этой сказке на самом деле глубокая мудрость заложена. Когда ты ощущаешь, не обязательно иметь на стенке, но ты ощущаешь, я герой. Это дает тебе словно силы, возможности идти, как бы ни было трудно, какие, может быть, ты глупости не сделаешь, но в итоге все оборачивается хорошо. И, драгоценные жены, я вам хочу сказать, как мужьям необходимо вот это отношение к себе, как к герою, необходимо, да, необходимо, потому что иногда проще быть с женой-госпожой. Ну, как бы, и какая ответственность? Она там ляля все крутит, а цель мули не нервировать ее, и ты стараешься где-нибудь там спрятаться. И потом мужья пропадают где-нибудь все время, вот у таких ляль пропадают, в гараже с мужиками пропадают, на рыбалку их с утра до вечера не видно, как выходной. Вот почему? Ну, потому что вот с лялей надежно, конечно же, но там как будто места для тебя нет, совершенно нет. А если женщина-мама, то, естественно, муж начинает шкодить, потому что дети, они должны какие-то дела делать, вот, пока мама не видит. Есть еще, конечно, когда, знаете, вот, жена бывает, как бы, жена-дочка такая, маленькая, капризничает, делай все за меня, делай все за меня, ничего не знаю, ничего не знаю. Еще одна крайность тоже бывает. Такой драгоценный, жена должна быть не мамой, не дочкой, не госпожой, жена-помощник, соответственность своему, своему мужу, своему супругу. И я еще раз повторяю, что помощь-то нужна именно тогда, когда трудно. Есть сильные мужчины, которые могут быть разбиты совершенно и не спровергнуты через женщину. И, наверное, один из самых знаменитых примеров в Священном Писании, это, конечно же, Самсон. Я не буду читать всю эту историю. У нас в начале года было целое собрание, посвященное отношениям Долиды и Самсона. Я лишь открою в книге Судей 16 главу и прочитаю 18 стих. 16 глава, 18 стих. Видите, у этого силача, самого сильного мужчины в Израиле, была проблема тех женщин, которых он выбирал. Женщины, которые никакими помощницами для него не были. И самая ужасная была вот эта последняя его женщина, Долида. И вот 18 стих говорит, Долида, видя, что он открыл ей все сердце свое, послала и звала владельцев филистимских, сказав им, идите теперь, он открыл мне все сердце свое. И пришли к ней владельцы филистимские, и принесли серебро в руках своих. И усыпила его Долида на коленях своих, и призвала человека, и велела ему отстричь семь коз головы его. И начал он ослабевать, и отступила от него сила его. То есть, видите, какой бы сильный не был мужчина, но когда рядом находится женщина, которая не является его помощником, не является его поддержкой, не является той, в глазах которой он мудрец, щедрец и умнец, то постепенно этот гигант начал ослабевать, 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 пока сила из него не вышла. Я знаю, драгоценное, что сегодня, особенно во время этой пандемии, во время карантина, вообще говорят врачи и психиатры, клинические психологи говорят, что обращение людей с нервными и психическими заболеваниями увеличилось многократно за последний год. У людей панические атаки, депрессия клиническая, подавленное, удрученное состояние. Врачи говорят, что даже когда пандемия пройдет, мы столкнемся с большой проблемой восстановления психического здоровья населения. И прежде всего, конечно же, это сказывается на мужчинах, потому что на нем ответственность за жизнь, за быт, за содержание своей семьи, своего дома, своих детей. И мужчины в удрученном состоянии. И вы знаете, когда мужчина вот этот сильный ослабевает, а я напоминаю вам, что Самсон, он уже был ослабевшим к моменту встречи с Долидой, да? Вот эта женщина, она может либо добить его окончательно, либо помочь ему восстановиться. Вот он был в состоянии ослабевшим. Уже много чего натворил, много чего, много чего наделал. Но всегда есть возможность восстановления. Я знаю там, рассказывали там, кто-то там вдруг там много-много лет не пил, кто-то пить начал, кто-то там еще проблемы начались, кто-то в депрессию ушел. И жены, бывает, ведут себя так, как вот, ты что тут, что ты с ума сошел? И глупым поведением, да, как пытается подавлять там или еще что-то, можно просто доломать, доломать. Но я вам еще раз напоминаю, помощь нужна не когда хорошо, а когда трудно. Трудно. Сегодня всем трудно. Многим мужчинам сегодня чрезвычайно тяжело. Чрезвычайно трудно. Я понимаю, тяжело бывает не только из-за того, что произошло там в жизни, в мире, в стране, но, возможно, тяжело и из-за своих ошибок, тяжело из-за того, что он сделал. И когда подходишь и говоришь, вот это неправильно, вот это не так, вот это не так, или еще там общаться не буду с тобой, пока ты не станешь нормальным, вот так вот начинаю. Тебе тяжело, тебе плохо, тебе трудно. И ты во многом понимаешь, что и сам ты неправ, и сам ты виноват. Но помните, что сказано о Христе? Он тростью надломленный, что? Не переломит. Не переломит. И льна, плящи, не угасит. Уже нет огня бывает. И уже надлом есть. Божьей помощью всегда можно восстановить. Восстановить отношения. Восстановить вот это былое пламя, былой огонь. Но глупая жена, глупая женщина только загасит. Ты сильно, ну-ка, давай, вот стой, ты должен, ты должен, ты должен. И вроде бы все правильно говорит. Но это только приводит к тому, что надломленная она и окончательно ломается. Тлеящее окончательно гаснет. Вы знаете, вот если вы будете рядом со своим мужчиной и поддержите его вот в эти трудные, тяжелые времена, вот мужчина не забывает такого. Он будет потом понимать, да, рядом с ним находится мудрая жена. Которая помогает ему, которая стоит рядом с ним, которая молится за него. И которая, самое главное, верит в него. Бывает уже сам мужчина не верит в себя. Он уже сам себя героем не видит. Но он встречается глазами со своей женой. И он понимает, да, она смотрит на него, как на своего героя. Никак, что натворил кучу ерунды, надел всякой фигни, к проблемам их привел, там, сложности из-за него. И то, и то, и то, и то. И, возможно, даже большинство из этого правда. Но только такая правда, она может доломать окончательно человека. Потому что драгоценный, да, абсолютно я убежден, что мужчина, он сильный. От его роли, от его мести в семье, от его функционала в семье. Зависит все остальное. Но бывает и, как говорит Писание, и у сильных ослабевают колени. И сильные бывают, сгибают свои шеи. И у сильных бывают тяжелейшие периоды жизни. И даже вот психологи говорят, что вот эти кризисы, особенно возрастные, порой мужчины тяжелее проходят даже. Тяжелее проходят, чем женщины. И вот в это время оказаться рядом и продолжать верить, продолжать молиться, продолжать стоять. Стоять за своего мужа, да? Продолжать стоять. Я, конечно, сейчас не говорю о ситуации, когда там бывает мужчина, он идет в разнос, когда там пьянки, гулянки начинаются, когда из-за мужа там вся семья дрожит, боится, прячется, когда там муж начинает избивать всю семью. Я вот об этих случаях не говорю. Это не то, что нужно терпеть. Когда муж начинает проявлять насилие в своем доме, когда муж ведет себя как деспот, как тиран, когда муж начинает там бить и супругу свою на глазах детей, детей избивать. Я не об этом сейчас говорю. Такое терпеть нельзя. Это не ослабевший сильный, это оборзевший уже. Тут надо четко ставить заслон. Такого терпеть нельзя. Но когда реально твой лидер, твой глава, твой муж устал или ослабел, находится в тяжелой ситуации, вот его надо поддержать, ему нужно помочь. Помоги сильному, помоги, укрепи. Бог создал тебя как помощница для своего мужа, помощница для своего супруга. Поэтому я еще раз хочу прочитать вот первое Петра, первый стих. «Также и вы, жены». Третья глава, первый стих. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих, не упреками жен своих, неправильными наставлениями жен своих, не правильными обличениями жен своих, а житием жен своих без слова». Я понимаю, что Петр написал это не случайно, потому что женщине очень трудно без слова. Она может так сказать, и все правильно, но только и жить не захочется после этого. А через житие. Какое житие? Которое показывает житие в повиновении своим мужьям. Когда муж ощущает, в него верят, когда он чувствует, что жена в него верит, за него молится, несмотря на все его промахи, несмотря на все его ошибки, видит в нем сильного, видит в нем лидера. Вот тогда, даже если мужчина не покоряется слову, то есть он не прав, жена не должна ему, ты не прав, разложу тебе все по полочкам, в чем ты не прав. А еще особенно, знаете, жены любят вот тогда вот, ты не прав. Вот смотри, у Маши там муж, вот это муж, так муж, он вот в пандемии еще богаче стал, а ты работу потерял. Нормально? А вон, у Натики-то муж, о, все семью держит, смотри, а ты что у меня? И начинаются вот эти все сравнения, естественно, не в пользу твоего мужа. Там вот крутой муж, там молодец муж, там прекрасный муж, а ты у меня что? И кажется, вот, вот, ну, пастор, я его задела, задела, сказала ему, вот он на самом деле же, вот тут он виноват, там я ему говорил, он не сделал, тут я его посылал, а он не дошел, тут он должен был принести, не принес, вот теперь, пускай получает, он ответственен, вот пускай несет всю ответственность, ну, давай, доламывай, умничка, доламывай, молодец. Поэтому здесь говорится, те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих, без слова, приобретаемы были. И вот, пример, пятый стих, так и некоторые святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуя своим мужьям, так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Многие из вас называют своего мужа господином. Когда меня будешь так называть? я 30 лет требую. Скажешь, ну, вот если ты будешь как Авраам, не дай Бог, не дай Бог, нам кажется, Авраам, отец, давайте вспомним, этот Авраам, отец веры, он как запахло жареным, говорит, это не жена, сестричка моя. Как могла Сара называть вот такого? Слушай, Авраам, тряпка, ты готов меня под любого мужика подложить, лишь бы живым остаться? Ну, давайте вот так вот поговорим конкретно. был у нее повод унизить мужа? Да там вообще было столько причин унизить. Этот отец веры такое там творил? Такое творил? Что ты делаешь? То меня, то чуть-чуть сына не убил. Вспомни. Те откровения пришло от Бога. Вспомнил? Хорошо же вы вернулось. Я не доглядела тут. Так бы не ушел никуда. Нет. Поэтому, знаете, когда мы думаем, будь ты как Авраам, да получше некоторые мужчины. Поэтому, если уж Авраама, Сара, называла господина, то делаем выводы. Вы, дети ее, если делаете добро, много тут жен, детей Сары? Или нет, скажешь, я, нет, я тут дитя моей мамы. Она так, что он мужа держал, и я. Сколько, знаете, я видел мужчин, чрезвычайно одаренных и талантливых, которые не могли раскрыть свои дары и таланты в полной мере, что вот их держали вот так вот. Потом, главное, сама понимаешь, уже сделать ничего не можешь. Вы, дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Шесть стихов говорится про жен. Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницем благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Да, можно говорить, какой ты лидер, ты даже не молишься давно. А может быть, ты препятствия в его молитвах? Ну, конечно, он и за меня не молится. Как вела себя Сара. Ржала. Смесь сноей было. Веселилась она. Пока Бог не горю, хватит смеяться. Что? Муж ты тут ржешь сидишь? Что ты? Все правильно. А я думал, он глупости говорит. Не он. И если ты хочешь, чтобы с тобой обращались, оказывая честь, как с сонаследницами благодатной жизни, то твой муж должен чувствовать себя сам наследником благодатной жизни. Когда муж в семье чувствует себя наследником благодатной жизни, он может к тебе относиться, как к сонаследнице благодатной жизни. А если он все время в доме слышит «козел, козел, козел, козел», то кто у него сонаследница? Коза, коза, коза. Он к козели относится. Так вот если он такой, если его все время всякими бранными словами. Мы, верующие, конечно, как бы не материмся, но можем так сказать духовно, что хуже мата. Вроде бы форму соблюдаешь, ну и делаешь, что хочешь. Поэтому драгоценное очень важно, чтобы в действительности муж ощущал себя героем семьи, ощущал себя настоящим лидером, ощущал, что вы верите в него, когда трудно, когда тяжело, когда все хорошо, что верить-то? Когда победы, что верить-то? понимаете, потому что очень важно, мужу очень важно чувствовать благодарность, благодарность. Мужчина же, он вот, он же все, вот, когда он чувствует, что вы благодарите его, приносите, он приносит вам деньги, вот, на еду, ай, что ты на еду принес опять, на еду тут, ты видел цены на еду? И он чувствует, как бы, уничижение за то, что он делает. Или просто, как должен. Ну, понятно, ты же добытчик, давай. Он-то, конечно, дает, но, вот то, что я вам, жена, хочу сказать, как муж сам, то, что мужчина хочет все время ощущать, это благодарность, благодарность, чтобы уже не воспринимали его, как вот, то, что дает на еду, дает там, на детей, дает там, на галст, на квас, на все. А он чувствует благодарность, просто благодарность. что мы можем дать Христу? Прославить его. Что же она может дать мужу? Знаете, здесь такие шутки, да? Он ей подарил сотовый телефон, она ему новые носки. Я понимаю, что несопоставимы бывают подарочки, но на самом-то деле, да мужу не нужен сотовый телефон, не нужны носки, мужу нужно, чтобы вот, как вот я своей семье сказал, говорю, то, что я хочу слышать на свой юбилей, это только слова вашей благодарности. Вот это то, в чем я нуждаюсь, чтобы вот, вот и все. Прославьте меня. Ну, я же ваш глава, мой глава Христос, я его славлю, а вы? Нет, нет, я не подумайте, что я сейчас ставлю мужа как Бога. Нет. Но некая аналогия прослеживается. Муж нуждается в благодарности, в песне новой. Думаешь, тебе вчера спасибо сказали на новый день? Муж нуждается вот в этой поддержке, поддержке нуждается. Особенно вот трудные, тяжелые, непростые времена, когда у него не получается, не выходит, когда он сам перестает себя верить. Сколько раз у меня были случаи, когда вот тяжело, я вдруг что-то делал, у меня что-то не получалось, и там еще не получалось, ты сидишь такой, все, руки опустил. И жена говорит, да ничего, любимый, мы сможем. Да не переживай, у тебя столько раз получалось, сейчас получится, я даже не сомневаюсь, я верю в тебя. Я такой думаю, она верит в меня, а я-то чуть в себя не верю. И знаете, вот и меня вот эта поддержка, она настолько вдохновляет, ты думаешь, да, в меня верят. Значит, не потеряно все, хочется идти дальше, и не сдаваться, идти до конца. поэтому пусть Бог благословит каждую семью, каждую жену, каждого мужа нашей церкви, чтобы мы прошли это непростое время. Я знаю, что немало семей, у которых непростое время сейчас, но это непростое время, оно может вас либо разрушить, либо укрепить. Я вот сегодня рассказывали, такое прекрасное, у Натальи было свидетельство об исцелении от коронавируса. Знаете, вот, когда я тоже заболел, хотя, слава Богу, я в больницу, тем более в реанимацию не попадал, но тяжелое было, угнетенное состояние в сентябре. Вот, и тяжелое, и особенно вот информация, когда несколько знакомых, примерно моего возраста, из других городов и стран, умерли от этой болезни. И я думал, все, умирают, все умирают. Мои сверстники и служители других церквей я видел. И такое состояние было. И моя старшая дочь написала мне письмо. Конечно, электронное письмо, но она говорит, пап, я вот в этом году переболела коронавирусом. И ты знаешь, пап, я вот сейчас чувствую, что я даже лучше и сильнее, чем была до болезни. У меня как будто иммунитет как-то окреп. У меня настроение. Думаю, знаешь, я вот переболела, организм мобилизовался, и мне сейчас лучше даже, чем было до болезни. Я как-то себя бодрее чувствую. Я прочитал это письмо, у меня до этого было как бы совсем плохо не было. А тут я стал смотреть на коронавирус, не как, как бы совсем плохо не было, а как возможность даже стать сильнее, чем я был до болезни. Вы знаете, как это меня укрепило? Меня это так укрепило, я как-то думал, слава Богу, ведь сам же я все время пропаду любящему все ко благу. Значит, это ко благу мне, значит, я еще сильнее, не то, что, знаете, совсем бы не умереть, хоть бы инвалидом, но выжить. Так я еще буду здоровее, чем до болезни. Я как бы почувствовал, что вот это внутреннее состояние, вот не случайно же Наташа рассказывала, как ее поддержали слова верующих людей, конечно, и молитвы поддержали, но и слова, когда пишут, что мы молимся, мы стоим за тебя, мы ждем тебя, когда тебя ждут, у тебя как будто внутри включаются механизмы, меня ждут, я нужен. Значит, хватит уже, надо поправляться. И этот сигнал по всему организму, все, отдохнули, пора поправляться. А мы там умирать собрались, какой умирать, нас ждут там, а домашки ждут, без меня разбор никто не сделает, все, все, поправляться надо, А когда точно так же, думаю, точно, меня ждут, во мне нуждаются, бывают болезни, бывают коронавирус, это ведь внутренний, да, сердечный, душевный коронавирус, когда вот уже все, я не нужен, что-то уже все, и как-то и скучно, и грустно, и некому руку подать, вот и как-то, и уже все, и уже 50 лет уже, а у наших дедов 50, это уже старики были. Пора, пора, мой друг, пора. А тут тебе говорят, какой пора, ты что, в самом расцвети сил, ты, за одного 50-летнего, это, два по 25 можно дать, ты что, ты такой же сильный, да еще и у Мауматов, в 10 раз больше, чем у этих 20-летних, ты что, самое время, ты подошел, ты такой, что это я глупость это в голове понапридумывал себе, меня все ждут, меня все любят, меня поддерживают, да я нужен, да, хоть тоже, поддепреснячил немножко, тут я, что-то, поскулил, ну, все, слава Господу, пора, в жизнь возвращаться, и смотришь, восстановление пришло, восстановление пришло, вдохновение пришло, драгоценные жены, шесть стихов к вам, один к мужу, в моей проповеди точно так же, большая часть для вас, для мужчин тоже, мужчина должен правильно относиться, но, помогите сильному, вы не мощнейшие сосуды, помогите сильному, и сильный поведет вас дальше, и все не мощнейшие сосуды да скажут, аминь. Давайте закроем глаза и склоним головы. Всемогущий Господь, благодарю Тебя и славлю за любовь Твою, за милость, за благодать, которую Ты являешь не только нам, но и нашим семьям. Я молюсь сейчас, Господи, за каждую семью нашей церкви, особенно я молюсь, мой Бог, за тех прихожан, у кого сейчас кризис в семейной жизни, у кого сейчас трудности в семейной жизни, коснись, Боже, их особенно, укрепи их и дай мудрости, Боже, женам в это время, в это время, Господь, правильно вести себя, Господь, приобретать своих мужей без всяких слов, для того, чтобы они восстановились, Господь, благослови, благослови, чтобы мы в семьях помогали сильному, помогали сильному, помогали сильному, укрепляй, Господь, семьи, по имя Твое святое, благослови, Аллилуйя, Сора, Раман, Те Ведикея, исцели, Боже, сердца, там, где в семьях есть обиды, да придет прощение, там, где есть горечь, разочарование, да придет исцеление, Господь, исцеляй отношения в семьях, восстанавливай мужчин, кто-то, возможно, упал духом, кто-то, возможно, запил, кто-то, возможно, сорвался, кто-то, возможно, наделал глупости, но это не конец, даже когда мы надлоблены, всегда довольны Твоей милости, чтобы мы были восстановлены, я молю, мой Бог, чтобы семьи не сдавались, чтобы жены не сдавались, но продолжали верить и поддерживать своих мужчин, продолжали верить, помогать им, до полного восстановления, обретения целостности, исцеления. Слава Тебе, Господь, честь Тебе и хвала. я молю, мой Бог, пускай в новом 2022 году свежая благодать сойдет на каждую семью нашей церкви и слей благодать, жизнь, милость по каждую семью церкви, особенно которые были изранены в последнее время. Восстанавливай отношения, настоящую любовь между мужьями и женами, между супругами, между родителями и детьми во имя Иисуса Христа. Каждый верующий доскажет Аминь. Дорогие друзья, если вы недавно присоединились к нашему служению, то совершить пожертвования возможно всеми доступными способами, которые вы видите на экране. В разделе услуг набрать церковь «Новая жизнь» города Екатеринбурга и ввести сумму и назначение платежа пожертвования на осуществление уставной деятельности. Любым другим безналичным способом по реквизитам на сайте церкви. Остались вопросы? Мы с радостью ответим на них по телефону 8-912-22-333-02 салейzбурга. Редактор субтитров А.Сёмкин